всем привет дорогие подписчики с вами дарт сегодня мы продолжим прохождение регионов игре динахантер дэдли шорс после консультации по алгебре у меня же что-то котелок не варит так ну и перед тем как продолжить я бы хотел вам да давай показать наш мы прокачали точнее ну я ну мы я буду говорить мы то есть что вы как бы вносите свой вклад смотрите видео я как бы делаю это для вас ну и для себя то есть мне это нравится и говорить все время я я вот я тут это сделал я то мне это не нравится поэтому я буду говорить вы что мы с вами мы же с вами тут уже рядом со мной вы же смотрите это видео поэтому мы с вами прокачали автомат до последнего уровня как видите здесь одиночный ой ну этот какого а из башки выпало с предохранитель в это предохранитель то есть поставить снять но у меня видимо снято значит у меня барабанный магазин я не помню помню на 20 патронов значит очень удлиненная дула и опять же клювик такой клювик я буду так называть коллиматорный прицел вот эта штука я вообще не понимаю зачем но это приклад и не понимаю зачем он нужен то есть можно было бы его просто свернуть и все но значит так у нас он будет выглядеть мощность 57 максимальное увеличение двое две целых восемь десятых устойчивость а вот объем 21 патрон то есть это на последнем уровне уже то есть довольно таки мощный автомат здесь уже вопрос не стоит так стоит ли его покупать или нет просто без него вы не сможете проходить эту серию автомат будем убивать 5 старых гон лунов да очень мощный автомат как видите три патрона ушло огонь луна уже нет тоже 3 бог любит троица по три патрона всех выбивать да а на каркал давай последний у меня шестерка патронов у тебя осталось тебе тебе и трех хватило деньги нам сейчас очень нужны так как придется покупать винтовку она стоит прилично так ну вот я предлагаю последнего босса кардинала прикончить и заработать на этом нехило нехило заработать так но это читал но я еще раз прочитаю кроваво красной чешуйки на теле кардинала свидетельствует о его ненасытном желании охотиться на слабых я репетирую мне же скоро еще одно скажем так научно-познавательное видео по мезопротирозой снимать я готовлю свою речь ну значит кардинал это увеличенный и раскрашенный коры этот забыл мапузавр по моему а маджунгазавр вот вспомнил блин довольно мощный 21 патрон ушел 22 патрона офигеть если бы это была винтовка было бы проблематично хотя можно покупать и вот такие вот автоматы и с помощью них проходить этот регион так как автомат региона 2 то есть для миссии он допустим но я не с не вижу смысла зачем лучше уж накопить на оружие из особых серий найти чтобы проходить особой серии лучше для этого копить на это оружие так ну значит когда вы проходите за трофеями серию автоматов то есть три трех динозавров убивать у вас сразу открывать серию винтовок серию автоматов вы можете не продолжать вы можете просто опять убить всех трех трофейных животных и продолжать идти на следующий регион но я не такой я должен закончить 5 старых мат мутабурозавра а вот понятно он раскладывает этот приклад в начале серии в начале как сказать боя перед охоты и он такой берет и раскладывает кто не заметил посмотрите на начало следующего видео в следующей серии ну как бы серии охоты такс два молодых аллазавра это уже интересно так сейчас будет уже 13 уровень и энергия восстановится ау на тебе в тазобедренный сустав на тебе в затылок на тебе в голень кто еще хочет а в черепушку тазобедренный учим анатомию вместе и по сути в заднюю знак то в сердце в сердце как сделано лазавр мне вообще нравится очень давали бы хотя бы под два слитка золота то один совсем мало так дальше четыре старых моя завра моя завра вы видите раскладывал так ладно почему я все делаю быстро потому что они могут сбежать с карты и я проиграю этот раунд можно так выразить о самолет его только сейчас заметил это какой-то похож на русский як только як один без этого без шасси ясен перец он валяется так убиваем восемь гибридных археоптериксов прикольно летит такой брасом как видите мы поднялись а нет мы в совершенно другом месте у водопада было бы прикольно если бы на каких-нибудь водных животных можно было бы охотиться то есть там мазозавр какой-нибудь плавал бы там и выпрыгивал из воды а мы должны были бы его убить давай там просто дальше мышка не вертится мышка не вертится так ну думаю 48 тысяч нормально сколько еще три раунда осталось опять мутовую розавр видите однообразие опять же пошло если стреляете в жизненно важные органы ну попадаете то хватает трех патронов ну думаю вы это и сами только что заметили но автомат конечно очень длинного нейрометра два будет это то есть чё сейчас такое было это гусь такой свинка свинка порки такой а процент азавра вот уже это было Блин, интересно. Выглядит он как маленький гон лун, если честно. Один в один просто. Это не другой динозавр. Это один и тот же. Офигеть, ты мощный. Шесть патронов садил. По-моему, девять даже. Опа, что это за ушел под землю такой? На, куда там тебе? В ногу. По сути, я в ногу попал. Такс, такс. И последние три аллозавра надо убить. Для нас это уже не сложно. Ну, собственно говоря, и не было сложно. Вот они просто по одному будут выбегать. А мы их как коров на убой просто будем убивать и все. На убой, точнее. Коров на убой просто. Ну, вот это прикольно. Вот этот туман. Выглядит реально как вот, как будто болото от них, испарение такое выходит. Или то, что вот, допустим, температура очень высокая, поэтому пар поднимается от воды до от всего. Вообще классно смотрится. Это разработчики, конечно, продумали это. Так, все, прикончили. Можно переходить к серии винтовки. В следующих регионах уже, по-моему, будет... Ага, почти накопил. Так, ну, в следующих регионах уже будет примерно не по две серии, а, по-моему, по три. Давайте посмотрим. Нельзя посмотреть, пока я еще три штучки не открою. Ладно, так, давайте. Магазин оружия. 29-100. То есть я не зря копил. Ну, да, как видите, она как автомат раскрашена. Так, давайте-ка ее посмотрим. Выглядит очень классно. Еще вот такая подставка. Было бы прикольно, допустим, когда идет карта и там, типа, темно, ну, сумерки. Чтобы вот этот автомат, о, автомат, говорю, этот фонарик, он бы включался. И лазерный прицел было бы прикольно, если бы он тоже прорисовали бы его. Приклад очень классный. Супер, конечно. Прицел говно. Ну, потом прокачаем. В общем, винтовка сделана на ура. Ну, урон, как видите, 129. Это почти в два раза больше, чем автомат. А ты так в два раза больше. Там 57 было, так. Вот у вас с лишним раза больше. Офигеть. А убиваем мы динозавров медленнее, чем с автомата. Странно. Так вот мы улучшаем ствол. Патроны, значит. Урон патронов у нас возрастает. Так, это что? Вот, видите, новая добавилась, такая кругленькая штучка. Дула. А вот это дула, я думаю, да, да. Это ствол у нас. Ой, дурак. Че, на обуже ходил, если ничего не знаю. Так, ну давайте. С атерфеями. Нет, не хватает лучше. Не так. Цитипати. Давайте убьем цитипати. Цитипати, это, по-моему, мне кажется, они перевели неправильное название. Но, возможно, так и есть. То есть, это как Авераптор выглядит. С перышками. Только, в отличие от Авераптора, обитал не в пустынях, а, по-моему, в лесах Юго-Западной Азии. Азия. А как видите, он свернул эти подставки. Прикольно, даже это продумали. Так, ну, включаем. Очень сложно убивать их в жизненно важные органы. Вот видите, я в сердце сейчас пальнул, а не попал. Потому что они у них очень маленькие. Допустим, вы сейчас видели, какого размера у него легкие, а сердце вообще, вообще крохотное просто. Так, второй, 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 первый. Так, осталось прицел вот такой поставить. 6000 ПНВ. Вот ПНВ можно прокачать. И вместимость. Но вместимость уже не хватит, значит. Ну, где-то 8000 надо. Так, молодой мута-бурозавр выстрелом в легкое. Они так считают, что они нам усложняют задачу. В отличие от сетипати, мута-бурозавра здоровая, легкая. Поэтому попасть несложно. Так. Так, трешку уже срубили. Так, старый стегозавр. Давно я не виделся с этим братаном из юрского периода. Так, вот здесь уже надо попадать точно в цель. Япона-мать! А, я думал, он на меня нападать будет, а он убегает. Стоять! О, чисто в голову. Я все время забываю посмотреть, когда ПНВ нажимаешь. У стегозавра мозг. Размер мозга я хочу здесь посмотреть. Никак не получается. Все время забываю. Значит, опять я... Моя зала выстрелил в легкое. Ну, согласен. Когда я играю с андроидом, допустим. Ну, я давно уже не пробовал, но... Да, видите, какой маленький мозг у него у стегозавра. То есть, когда я играю с андроидом, бывает иногда сложно. Но попасть в легкое, это не сложно. Сложно, допустим, если надо убить пятерых противников, то есть... Ну, противников, динозавров. То есть, они начинают бежать, и нужно пятерых убить. Бывает сложно. То есть, мажешь. Ну, с пальца неудобно стрелять. Так, ну, два. Это бурозавра, и мы на сегодня закончили. Вот опять моя любимая... Моя любимая обстановка. Такая болотистая... Туманная местность. Такой... Рыгнул, что ли. Так, ну, давайте... Прокачаем винтовочку. Так, вот, новый прицельчик. И местность. Теперь у меня... Три патрона, да? Так, ну, давайте посмотрим. Значит, вот так у нас будет выглядеть наша винтовка на... Полностью на втором уровне. Хотел сказать, эволюция. Билдер дает о себе знать. Да, вот вы заметили, да, что он складывает подставки. А у автомата он в начале серии, как бы, он такой берет... Ну, в начале миссии он такой раскладывает приклад. Это прикольно. То есть, это тоже продумали. То есть, вот в отличие от ребят в билдере, они здесь постарались хорошо. А здесь мы в этом стекле мы можем... Да, стеклышки можем увидеть, что на заднем фоне у нас там... Ну, этот берег какой-то там с джунглями. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, это видео вам понравилось. В следующей серии, возможно, мы закончим второй регион и серию с винтовками. Хотя, я сомневаюсь, но в следующей серии мы хотя бы двух боссов убьем точно. Ну что ж, я всем удачи и здоровья пожелал уже в предыдущей серии по билдеру, но... Могу еще раз, конечно. Но, думаю, вам это слушать уже надоело. Спасибо, значит, в группу вступайте обязательно на канал, подписывайтесь, ставьте лайк. Увидимся с вами в следующей серии. Надеюсь, эта серия будет... Нет, я думаю, эта серия будет по научной части. Мезопротерозой мне еще надо снять. Так, значит, пожелайте удачи мне на ЕГЭ 1 июня. Возможно, вот серия по Динохантеру и по билдеру выйдет на выходных, а 1 июня я пойду спокойно на ЕГЭ. Ну, базовая-то фигня, там несложно написать. Но удача мне все равно пригодится. Ну что ж, с вами был Дарт, до скорых встреч и увидимся в следующей серии. Субтитры подогнал «Симон»!